В этом году зима пришла неожиданно рано. Белый покров накрыл тротуары и улицы. Коммунальным службам приходится оперативно справляться с последствиями непогоды. По всему городу работают больше 70 единиц техники. Дороги превратились в настоящий каток. Сообщения об авариях поступают практически ежедневно. Одни не переобули свое авто, другие не перестроились на зимний стиль вождения. И вот появилась новая опасность, но уже над головой. Даже небольшой кусочек льда с высоты второго этажа летит со скоростью 15 километров в час. Такой леденец пробьет даже самое толстое покрытие. А представьте, если на голову упадет сосулька в несколько килограмм и длиной в 2 метра как минимум сотрясение. С каждым днем сосульки становятся все больше и местами свисают чуть ли не до земли. Красивый и одновременно пугающий вид. Первое и самое важное правило для пешеходов – смотреть вверх и не ходить под карнизами. Есть и другая зимняя угроза. Снежные шапки на крышах под собственной тяжестью скатываются вниз, повреждают автомобили, а порой и травмируют людей. Куда хуже, если не выдержит кровля. Ее обрушение может привести к серьезным последствиям. В случае, если непредвиденно будет сходить наледь и снежные покровы, то необходимо прижиматься, наоборот, к стене. Опасности могут также присутствовать и на детских площадках. У нас различные родоплощадки, где также имеются какие-то крыши, какие-то навесы. За снежные шапки и сосульки отвечают организации, у которых дом числится на балансе. Но что касается магазинов и торговых центров, то здесь ответственность на собственниках. Безусловно, коммунальные службы следят за ситуацией в городе и принимают все меры, чтобы исключить ЧП. В обручании сами могут обратиться за помощью, позвонить на номер 115. Специалисты оперативно помогут с проблемой. Ежедневно ведется работа по снятию сосулек с выступающих элементов здания. Проводится мониторинг дворовых территорий для выявления опасных зон. Соблюдаем технику безопасности. Смотрим, чтобы не попадало льдины в окна, в стекла, в машины припаркованные. Их надо снимать с руками, чтобы не обивалось об асфальт, о плитку. И осколки летят очень далеко, даже может и через дорогу перелететь. Еще один современный и действенный способ – оставить заявку на сайте 115бел. Нужно загрузить фото и указать адрес. Работники службы не только уберут сосульки, но и вышлют снимок как подтверждение. Сбивать горькие леденцы необходимо и на частных домах. Однако здесь стоит быть предельно аккуратными.